В гостях у Елены. Ссылка в описании под видео. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале в гостях у Елены. И сегодня я хочу пополнить свой плейлист новогодние блюда 2018 года таким замечательным салатом. Так он и называется. Новогодний салат Маки. Но этот салат, в принципе, я его придумала сама. Просто обычно многие очень любят, у меня в семье вообще многие любят мясные салаты. И я из вот такого микса салатов придумала. Но смотрите, я его всегда делаю по-разному. У меня здесь маринованный огурчик. Можете взять два маринованных и один, если большой, или два маленьких свежих. Можете только со свежими делать, и с маринованными. С солеными можно. Я делаю только летом со свежими огурцами, потому что мы не покупаем зимой огурцы, их не кушаем. Мы их только, если я куплю, то только для красоты, для того, чтобы украсить. Вот. И поэтому я делаю так. Но можно и так, и так. Я и зимой делаю, вернее, и летом с малосольными делаю, и с свежими. Очень вкусный салат получается. Здесь у меня сметана, взбитая с жидким сыром. Любой сыр, мягкий сыр вообще. Ну, я не знаю, как еще вам объяснить, вы меня поняли. Немножечко добавляю английской, либо дижонской горчицы, либо баварской, любой другой горчицы. Можно обычный, простой. Если вы, значит, как бы пользуетесь обычной, которую завариваете сами. Вот. Дальше. Две груши. Нужно замочить их, не замочить, а порезать кубиками. Вот. И, значит, полить соком 0,5 лимона. Выдавить для того, чтобы не потемнели кусочки. Можно делать с яблоками, можно делать с грушами. Смотрите, и так, и так можете сделать. Это очень вкусно. Можете одно яблоко, одну грушу. Тоже такой вариант я попробовала. А так в основном делаю по отдельности. Либо это, либо другое. Но один раз попробовала. Тоже очень-очень вкусно. Значит, карбонат 200 грамм. Сюда идет. Окорок варенок обченый. И сервелат. Любой другой сервелат. Все это нужно делать по 200 грамм. Если вы не хотите так много, то вы можете поделить вот на кусочек. Ну, как бы, например, по 100 грамм все. То есть переделать салат под себя. Как вам нужно. Вот. И украшать будем... Да, кстати, 100 грамм сыра, который пойдет сверху. Мы будем посыпать наш, значит, салат-торт. Я буду делать. Сверху будем посыпать обязательно сыром. И сюда уходят 2 яйца на мелкой терке, перетертых. И все для украшения помидорки. Ну, потом покажу украшение. Я уже все натерла, все сделала. Вот 3 вида мясных таких моих здесь вкусняшек есть. И это все я перемешиваю. Добавляю сюда я яблоки, груши. В общем, все, что... Либо то, либо другое, что вы найдете под рукой для себя. И так, и так вкусно. Ничего не солю, потому что сыр соленый. Можете майонез с сыром, можете сметанку с сыром. Это тоже как бы на ваш вкус. Как бы пожелаете. Я специально взяла такое большое блюдо, чтобы разложить салат по кучечкам, чтобы вы могли видеть. Просто, чтобы видео не получилось длинным. Хочется, чтобы покороче. А то нарезать я буду и все такое тут. А так уже нарезала, просто показала. Есть у меня... Будет, вернее, я оставлю обязательно под видео рецепт. В описании, как обычно я делаю. Где вы все сможете найти. Все смешивали, смотрите, только сырочек. Вот прям на мелкой-мелкой терке. Не надо смешивать. Солить ничего не надо, потому что окорок, карбонат, солями, то оно это... Соленое. Размешайте как следует. И тем более, что еще и жидкий сыр тоже очень соленый. Получается такой сливочный. В общем, вы меня поняли. Жидкий сливочный сыр. Какой сюда нужно. И все получается солененькое. Не надо солить. А яблочко или груша добавит вам сладость. То есть разбавит. Это очень-очень вкусный салат. Очень. А назвала я маки, потому что я его почему-то все время украшаю маками. Ну вот как-то так. Особенно на Новый год. Красное блюдо. Вот такое вот у меня красивое блюдо. И сверху будут красные маки. На белом, пушистом, вот таком снежке. Вы можете белок оставить. Это ваше право. Будет по-рождественски, по-новогоднему. А я почему-то люблю сыр. Вы можете яйца. Ну, белок. Смотрите, очень много. Не надо добавлять майонеза, либо сметаны. В общем, что вы будете добавлять. Потому что, если вы будете украшать, собирать послойно. Кстати, можно его послойно. Либо же делать форму торта. Или еще. Ну, в общем, какую-то форму. То смотрите, чтобы не было жиденько. Тут, в принципе, точно майонез. Я не могу сказать, сколько. Потому что, ну, в принципе, вообще, по идее-то, у меня ушло здесь 100 грамм сметаны. И, значит, 50 грамм. Я вот буквально даже из этой выкинула мусорку. Уже, правда, надо было показать. Сливочный сыр половинка. То есть, там было 120 грамм. Вот я половину извела. Вот такой вот, скажем, расклад. Вот. Чтобы держала форму. Вообще, в принципе, я хочу сказать, что на все местные салаты я в последнее время использую вот этот мягкий сливочный сыр. Очень получается вкусный. А в некоторые салаты я даже добавляю творожный сыр. Это очень-очень вкусный такой тоже мягкий творожный сыр. Так. Ну, теперь я буду вот красиво. Берете любое блюдо, устанавливаете кольцо разъемное для торта, форма для торта. И все, не бойтесь, тут ничего не прилипнет. Все будет прекрасно. Тут есть майонез, форма ваша отойдет очень хорошо. Но нужно держать в холодильнике часа 2-3, для того, чтобы как следует вся масса продуктов застыла и все будет нормально. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И так, друзья мои, как следует ложечкой утрамбуйте салатик. Хотите, сделайте послойно, хотите, сделайте меньше и выше. Это ваше право. И я, кстати, не буду вынимать его из кольца, потому что этот салат мы сегодня едем в загородный дом. Сегодня Старый Новый Год, вот как многие, если празднуют. И мы едем к родителям, ну, хочу угостить их этим салатиком. И поэтому я оставлю борта, пока приедем вот так. И только там я раскрою. Итак, я буду украшать маками. И здесь у меня подростки новые, свежие, ну, побеги лаванды. Вообще-то здесь нужен укроп, но поскольку у меня нет укропа, он более правдоподобный. У меня есть петрушка, но она здесь не пойдет для мака. То я взяла вот такие побеги лаванды, видите, они с тоненькими листочками и очень-очень подходят. И сейчас мы с вами устроим вот такую красоту. Вот. Разложим красиво. Вот так вот сделаем, как букетик. Видите, какая красота получается. Очень красиво. А сверху я сделаю тоже не менее красивые цветочки лаванды. Вот такая вот получится красотень. А цветочки я сделаю из помидоров. Вот так вот нарезанные дольками мелкие томатики из черри, томатов черри. Красивенько так расставляем. И делаем вот такие маки. Сделаю их в три штуки. Это будет очень-очень даже ничего. Будет очень красиво. Буси, нельзя, моя хорошая. Нельзя, понимаешь? Вот нельзя и все. Вот так вот. Умей понимать. Так. Еще один сделаем. Мак. Так. Вот таким вот образом мы его тут тоже соберем. Из пяти таких долек томатиков. Итак. Для того, чтобы было очень красиво, мы берем оливки, кладем в серединку оливку. Вот она. Вот. И это будет очень-очень красиво. А для того, чтобы нам придать уж конкретно настоящий вид, нашим маком, я поближе подвину и покажу. Здесь сейчас я соберу как бы ленточкой букетик вот тут внизу. Хочется мне сделать это, смотрю. Или даже вот, а нет, вот так вот просто можно. То мы посыпем слегка маком. Вот это да. Да, вот это закрыли. Не могла открыть. Банку так закрыли сильно. Это Артем закрыл. Я высыпала сюда, я его закрыл. Берем и посыпаем маками, друзья мои. Это очень красиво. Очень. Я вам сейчас покажу. Это просто сказочно красиво. Вы даже не представляете, как это красиво. Сейчас сниму пониже. Вернее, вообще сниму камеру и поближе покажу вам, как это красиво получается. И вот так красиво получается салатик. Вот таким вот замечательным, красивым. Видите, когда посыпаете сюда сверху, как бы присаливая. Вот. Так красиво получается. Аж сама задумалась. Вот так красиво. Можно еще красивее. Можно его, когда вот откроете, можно вот так же вот сырком бока вот посыпать красиво. Ну, я уже, когда туда приедем, я посмотрю, может быть, посыплю орехами тертыми. Тоже будет очень даже хорошо. Вот такой вот букетик с маками. Получается. Друзья мои, поздравляю вас с наступающим праздником, старым Новым годом, кто празднует. Желаю вам всем, как всегда, мирного неба над головой, всего самого доброго и хорошего, счастья, удачи, без которой невозможно в жизни прожить, везения во всем, хлебушка и до хлебушка. Будьте счастливы. Как всегда, вы были в гостях у Елены на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok